Привет! Не знаю, как по вкусовым качествам сочетаются эти два совершенно разных продукта, но внешне это вызывает один только ужас. Я, конечно, понимаю, что некоторые любят бургеры с дополнительной порцией солёных огурчиков, но, по-моему, это уже явный перебор. Там вообще хоть что-то, кроме них, внутри есть? Следующий вариант бургера поражает ничуть не меньше. Зачем его в стакан засунули, я даже спрашивать не буду. Факторию интересует только одно – как его есть? Как заставить ненавидеть себя одновременно и японцев, и итальянцев? Всё очень просто – попытайтесь совместить пиццу и роллы в одном блюде. Азиатская кухня для неподготовленного туриста может оказаться довольно странной. Но у всего ведь должны быть границы. Что это ещё за несладкое мороженое из альтернативной вселенной? В этот раз поступили полностью наоборот. Пиццу сделали только из сладких ингредиентов – нутелла, бананы и печеньки Орео. Если вам встречалось что-то настолько же вкусное, обязательно присылайте мне свои фото по ссылкам в описании под видео. Хотите узнать рецепт вегетарианского хот-дога? Всё элементарно, достаточно просто заменить сосиску на морковь. Автор этого детища рассказал, что после такого эксперимента у него резко поубавилось друзей. Кто-то обожает, чтобы в бургере котлета была побольше, но это уже и бургером-то тяжело назвать, скорее отбивная с булочкой. Когда твоя душа хочет то ли сладкого, то ли жирного, то зачем останавливаться на чём-то одном? Можно удачно совместить обе потребности в одном блюде. Всё-таки лучше, когда пицца так и остаётся привычной нам круглой пиццей. Потому что такие эксперименты с пиццей в рожке лично у меня восторга не вызывают. В этом случае попытались совместить два популярных итальянских блюда – пиццу и пасту фетучини. Но вопрос, нужно ли нам такое, остаётся открытым. Пиццу настолько любят по всей планете, что с ней чего только не вытворяли. И в некоторых случаях смогли таки прорваться через рамки разумного. Жареный в панировке арбуз предназначен для любопытных любителей тёплых ягод и фруктов. Всем остальным от такого опыта Фактория бы рекомендовала воздержаться. Приятель приготовил веганский торт на день рождения нашего друга вегана. И сосиски, и желе полностью состоят из растительных ингредиентов. На что только не пойдёшь ради дружбы. Автор следующего шедевра почему-то назвал это блюдо гренками. Они со сгущённым молоком и яйцами, а вместо хлеба использовалось печенье Орео. И в каком месте это гренки? В прошлом году страдал от расстройства пищевого поведения. И мой больной мозг полюбил сочетание солёных огурцов с джемом и арахисовой пастой. Понимаю, что это странно, но ничего не могу с собой поделать. Кажется, кто-то действительно посчитал, что приготовить ковидный супчик будет хорошей идеей. Не пускайте, пожалуйста, больше этого человека на кухню. Этой пиццы, кстати, тоже не должно существовать. Ну, по крайней мере, я так считаю. Потому что перед вами пицца с говяжьей печенью. Кому, кому в здравом рассудке такое понравится? Уже устали от всех этих однотипных вкусов шоколада? Фактория знает, как расширить ваши вкусовые границы. Попробуйте шоколад с воблой внутри. Да-да, такой действительно можно купить в магазине. А для тех, кто просто обожает селёдку под шубой, в продажу выпустили следующий напиток. Пиво со вкусом селёдки под шубой. Боюсь даже представить, какое оно на вкус. Хотите запечь курицу, но не знаете, чем её начинить? Есть идея и на такой случай. Курица с маринованными огурцами внутри в соусе из маринованных огурцов. Наш мир всё ещё не привык к пицце с ананасами. Но кто-то решил пойти ещё дальше и приготовил бургер с жареным ананасом внутри. К таким кулинарным гениям мы пока не готовы. Как вы уже должны догадаться, это совсем не куриные наггетсы. Опять кому-то захотелось экспериментов с солёными огурцами. Поэтому их решили приготовить в панировке. Ещё одно блюдо для тех, кто обожает смешивать жирное мясо и что-нибудь сладкое. Жареный бекон в шоколаде. Здесь не выдержат даже заядлый любитель чего-то новенького. И вновь все стандартные ингредиенты в пицце заменили сладким. Перед отправкой в духовку на тесто высыпали самые разные конфеты, которые в процессе приятно растеклись по кругу. Пончики в последнюю очередь у нормальных людей ассоциируются с мясом. Но сегодня речь не про нормальных людей. Так что представляю вашему вниманию горячие куриные пончики. В обычный куриный сэндвич зачем-то добавили мороженое. А затем полили это всё дело невероятно сладким сиропом. После такого приёма пищи лучше не планировать никаких важных дел. Ещё один шедевр, который внешне хотя бы выглядит неплохо. Шоколадные кексы с цветным сливочным кремом и солёными палочками. Не самое худшее, что мы сегодня видели. Если вы не привыкли к нестандартным вкусовым сочетаниям, то вам лучше не заказывать такой круассан с ананасовым песто и оливками. Специально для фанатов кубизма и всем известной игры в этом ролике присутствует кубический бургер. Походу кого-то сильно не устраивал скучный внешний вид обычных бургеров. Этот рыбный пирог даже внешне не вызывает никаких позитивных чувств. Но говорят, что он всё-таки очень вкусный. Видели что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Обычно желе ассоциируется с чем-то сладеньким. Но в этот раз в него запихнули овощи и мясо, назвав это лучшей летней закуской. Ну-ну, так мы вам и поверили. Тосты с бананами и анчоусами. Такое чувство, что тут не хватает ещё одного какого-нибудь безумного ингредиента. Думаю, шоколадная паста идеально подойдёт. Ещё одно блюдо с участием анчоусов. Помимо рыбки, в этой пицце присутствуют также груши и чернослив. Ну, это так, для вкусового разнообразия. А если вы думаете, что нет ничего хуже груши с анчоусами, то вот вам запечённые бананы с беконом и сыром. В раздельности все эти ингредиенты очень вкусны. Но если их совместить... Какая у вас будет реакция, если на самом обычном праздничном столе окажутся помидоры с бананами? На этой самой ноте весь праздник и закончится. Далеко не всё становится вкуснее, если добавить шоколад. Я сейчас имею в виду варёные яйца в шоколаде. Это уж слишком. Мужчина приехал отдохнуть в Китай и познакомиться с другой культурой. Но когда ему в ресторане вынесли жареную курицу в сахаре, он понял, что на этом знакомство пора заканчивать. Картошка фри с мороженым. Для вас это, опять же, может показаться чем-то слишком странным. Но в США, например, к такому сочетанию относятся вполне нормально. В сахарную вату лучше ничего не добавлять. Она ведь и так идеальна. Согласны с Факторией? Но кто-то вот явно не согласен. Поэтому начинил сладкую вату солёным огурцом. Любой француз будет в шоке, если ему принести круассан с роллами. И нет, не в качестве двух разных блюд, а как одно целое лакомство. Даже если ты слишком сильно любишь латте и авокадо, то это ещё не повод создавать из авокадо чашку для кофе, чтобы лучше раскрыть вкус напитка. Вроде бы был нормальный хот-дог, зачем туда ещё что-то добавлять? Но нет, это слишком стандартная еда. Поэтому его смело украсили сладкими хлопьями. И сразу же ещё один хот-дог. На этот раз из маринованных огурцов. Я ведь не один заметил, насколько часто появляются безумные рецепты с огурцами. Так что лучше опасайтесь любителей этого овоща. Отличительной чертой любого бургера является булочка. Но раз её здесь нет, то у меня язык не повернётся назвать «это» бургером, когда хочется чего-то полезного и вредного одновременно. В этот раз у роллов заменили их стандартную оболочку. И не на что-то похожее, а на сыр. Чтобы потом отправить это чудо в духовку, и сыр расплавился. На день рождения мальчишки приготовили торт, который состоит из ребрышек рибая, филе миньона и пюрешки. Я даже не удивлюсь, если он сам придумал этот рецепт. Ещё один человек оказался со слишком странным представлением о хот-догах. Видимо, он очень хотел это блюдо, но под рукой не оказалось сосисок. Автор фотографии рассказал, что этот печёный картофель с сыром он получил в столовой на работе. А вы думали, что удивлять могут только дорогие рестораны? Всего лишь лапша, которая варится в специальном соусе и с добавлением секретного ингредиента. Шоколада. Даже не спрашивайте, почему, я сам не понимаю. Знаете, а ведь эта пицца даже выглядит жутко. Так что я бы пробовать её не стал. Слишком уж сложно понять поклонников фасоли. Но в этом случае даже истинные любители бобов могут отказаться от подобного эксперимента. Зачем портить арбуз? Он ведь и так идеален. Да, пицца с морепродуктами кому-то может показаться довольно вкусной. Но это явно не про наш случай. Здесь будешь только переживать, как бы чем-то не порезаться и не подавиться. Эту фотографию сделал американский солдат в столовой своего полка. Он потерял до речи, когда увидел в своей порции пиццу с тунцом и кукурузой. И если вы смогли продержаться до этого момента, то представляю вам чесночный бургер для любителей остренького. Пожалуй, не самое плохое из того, что я сегодня вам показал. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!